Господи, молим Тебя, благослови! Господи, занятия наши, пребудь с нами, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Не направо, не налево, садитесь прямо. А люди спрашивают, как направо, налево? У вас со мной старая стенка, куда он уклонится? Люди спрашивают? Ясно. Я хотел перезонять, а в один вопрос задать. «17 мгновений весны» по Елену Семенову все видели? Назовите два или три эпизода, которые больше всего вас тронули. Что такое запомнилось, такое место, что внутренность затрепетала. Когда это было? Прямо ж затрепетала. Ну, может, и было что-то. Ну, я могу сказать. Когда нас с двумя детьми в яме сидело. Вот, в яме, да, действительно. С младенцами когда сидело, а на ней ходили, которые искали, а они пищат ребятишки. Больше всего самое такое было, когда этот адъютант, сержант Фельфебель, у него мучительные переживания, и он этих застрелил. И он что? Ну, застрелил эсэсовцев. Не понял. Ну, ребенка, когда они там над ребенком издевались. А, застрелил когда? И он, переживания эти внутренние, он заходит, бах-бах, такая неожиданная развязка была вообще. Ну, для меня тогда это было вообще странно. Ладно, никто не оспарит. Так у тебя что? Два-три эпизода можете назвать. Вот сестра назвала эпизод, я с этим согласен. Это один из моих эпизодов. Мне эпизод запомнился, когда Штирлиц размышлял над тем, как ему объяснить, как его отпечатки оказались на чемодане. Так, ты какой? Ну, еще когда с женой встречался. О, на сто процентов. А, с женой когда? На сто процентов. Самой согласен. Когда мужа была, как, где-то, как, вот эту... Придумана на ходу брала. Ее завели, показали. А там не стреляли, не били, ничего. А вот именно внутреннее, вот это, человеческое, не по должности. А мне еще близко показалось вот это, у апостола было, когда этот, который посылал его, и приехал к жене, жена у нее арестованная. И она ждет, что освободят. Ничего, не можете еще сделать. А что сделать? Ей дали восемь лет. Где-то еще слово сказал, а не так. И она обнимает его, целует. Он говорит, ничего не могу сделать. И он сам прослезился. Что я могу сделать? Вот этот момент прощания. Человеческое выходит на первое место. Не автомат, не ничего. Хотя это тоже, тут не стрельба, а тот переживал именно, когда мужчина за этих. Какими надо быть, чтобы маленького ребенка на сквозняк. Вот это нам нужно уметь вычленять какое-то событие, которое дальше все остальное за собой потянет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Присыль этой притчи научает нас прощать нашим сорабам согрешения их против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. Изъяснять подробно сию притчу может тот один, кто имеет ум Христов. Царство есть слово Божие. И не какое-либо малое царство, а небесное. Продажа должника с его женою и детьми и всем имением означает отчуждение от Бога Ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола Под женою должно разуметь плоть Идите, идите Зачем вы? Под женою должно разуметь плоть супружницу души А под детьми худые действия, производимые душой и телом Сиюта плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому Вели также связать и детей, то есть деятельные силы зла Так Бог иссушает чью-либо руку крадущую Или связывает ее посредством какого-нибудь демона И вот жена, плоть и дети злые действия преданы измождению Да дух спасется, ибо человек тот уже не может воровать Смотри, какая сила покаяния И как человеколюбив Господь Покаяние в зле заставило раба упасть Кто крепко стоит в зле и не падает от покаяния Это поклон, поклонился, а то упал лицом до земли и лежал А не просто головой кивнул, как Устины плачут Падает Откуда я знаю, мы с толкованием, и так понятно Кто крепко стоит в зле и не падает от покаяния Того нельзя и простить Вот я сейчас добавить хочу Две строчки, да читай, давай Посему милосердие Божие постигло весь долг Хотя раб не просил совершенного прощения А просил только отсрочки Пожалуйста Вот сейчас бы, ну, наше общего, я тут староста И сейчас бы попросился этот Синирский, который ролик сейчас выставил, пакость такая И сказал, я все осознал, я прихожу, я прошу прощения Вот приняли бы его или нет бы Я сказал, да Я поставил бы задачу ему Всех, кого ты оклеветал, найдись от себя рассчитайте Он нападал на людей совершенно невинных Он подряд всех грызет и грызет Такого вот человека, который буквально на всех кидается Я в интернете больше не встречал Ему разочи нет То ли ему заказывают А ты вот такого, я слышу, там ему пишут А ты вот такого еще разбери А ты вот такого Он больше ничем не занимается Видимо, на работу не ходит Ну, что-то платит Может так предположить Потому что по всем роликам эти ему помогают, то другое Это злодеяние может быть прощено Когда прощили, долгов не имеет А сколько Ну, допустим, он бы нашел всех Это уже фантастика Ему не найти даже У него, допустим, он 150 человек оклеветал Составил ролики Он только одним делом занимается Больше ничего На глотулся кинулся Был когда-то харизматом был Там что-то беснование это получил Говорят, он за нехорошее дело Отсидел там на колках Это меня не касается И все-таки должен был рассказать Да что ты там был Чтобы на это обратили внимание У нас был такой в общем Изменяясь жене к другой Он пошел к баптистам и там тем же занялся Его там изгнали в другом месте Вы не можете еще Ему надо на узел завязывать И подвешивать Вот такое дело-то И вот он бы попросился Я сказал, условия такие Найди всех, докажи тех людей Покажи, что они тебя простили А если не простят Будь рабом у них Не прощенный Делается рабом Пошел бы он это или нет Но если перед ним полыхал огонь И сжег его Как в воду Только вперед идти Он бы пошел Дальше некуда Огонь и червь везет И только сантиметр вперед Уже червь выпадает То есть это можно развить В своей памяти А вот если такой Который в общем не был Вот это все делал И все там выставляют Приняли бы нет Он должен мне доказать Что он не похудел Духа Святого Все его действия Что он делает Что говорит Все показывают Он перешел грань Для таких нет жертв за грех Но это страшное ожидание огня Готово пожать противников Он вообще Все попрал Был Причащался Все потоптал Кто говорит Не почитает за святение Кроме завета Но духа благодатью оскорбляет Этого никогда А почему В другом месте Мы тебя слишком хорошо знаем Притом изменений нет никакого Я спрашиваю Даже Зять его Не взять его А тесть Перестал даже Домой не ходил А где на Пасху был Нигде А мне хочется Пошел учиться В этот Академию Тут я не знаю Настоящая или нет Юридическая Чтобы Меня осудить Передали мне Я жене сказал Да ну До глупости Сказано Сказано Приходил в одно место Где знает пароль Моих этих Ресурсов Деньги Дает Только скажи Чтобы уничтожить Там сайт Или форум Только у него денег нет Он приходил Он приходил Человек К которому приходил Он говорил мне Человек нашего круга То есть он Перешел все грани Ему ничего Ни сыда Ни совестью Все сожжено Пепел Да что он погиб уже Я на это не вернусь Говорит Но знаю что Принимать никак нельзя Только она Зараза от него идет И он все время Говорит И это у них У всех одинаково Вот этот Который В Америке Это Джастас Условное обозначение Он все время Разговаривает И хохочет Вот разговаривает С кем С Мирновым Нет Условное обозначение В А3 По селу Струб Священник Хотел Зимитрюстов И говорит Потом рот Раззевает Ха-ха-ха-ха Опять рот закрыл Говорит Говорит о простом деле Как приехал Как у него Отец Там Рот раззевает Ха-ха-ха-ха-ха-ха Я опять рот закрыл А опять сидит Ну что тут непонятно Этот сидит Ничего не бит Там легион Притом Ни смешного Ничего нет И он не просто так Улыбнулся А вот такой Видно что это не он Говорит Ха-ха-ха-ха-ха-ха А3 Игорь выйди Там поговори А3 Игорь Видел 12 Игорь Ты меня слышишь? Да Он обнабелся Так Быстренько Пошли дальше Он говорит Вы над всем смеетесь Это лицемерие Просто И все Сережа Не надо это говорить Не пройдет Пройдет Евангелие от Матфея 18 глава 28-35 стихи Раб же тот Выйдя Нашел одного Из товарищей своих Который должен Был ему Сто динариев И схватив его Душил Говоря Отдай мне Что должен Тогда товарищ Его Пал к ногам Его Умолял его И говорил Потерпи на мне И все Отдам тебе Но тот Не захотел А пошел И посадил Его в темницу Пока не Отдаст Долго Товарищи Его Видев Проишедшее Очень огорчились И придя Рассказали Государю Своему Все бывшее Тогда Государь Его Призывает Его И говорит Злой раб Весь Долг Тот Я простил Тебе Потому что Ты упросил Меня Не надлежало Ли тебе Помиловать Товарища Твоего Как и Я Помиловал Тебя И Разгневавшись Государь Его Отдал Его Истязателям Пока Не отдаст Ему Всего Долга Так И Отец Мой Небесный Поступит С вами Если Не простит Каждый Из вас От Сердца Своего Брату Своему Согрешений Его Толкование Никто Из Пребывающих В Боге Не бывает Бессострадателен А только Тот Кто Удаляется От Бога И делается Чуждым Ему Раб Получивший Прощение Несравненно Большего Долга Десяти Тысяч Талантов Не хочет Не только Простить Несравненно Меньшего Ста Динариев Но и Отсрочить Хотя Должник Просит Его Теми Же Самыми Словами Какими Тот Просил Царя Напоминая Тем Как Сам Он Спас Здесь Представляются Ангелы Ненавидящие Зло И Любящие Добро Ибо Они Сослужители Того Злого Раба Говорят Они Это Господу Никак Не знающему А для Того Чтобы Ты Знал Что Ангелы Суть Наши Защитники И Что Они Не Любят Бесчеловечных Господь Производит Суд Над Злым Рабом Из Человеколюбия Чтобы Показать Что Не Он А Жестокость И Неблагодарность Раба Лишает Милости Каким Мучением Придает Конечно Карающим Силам Мучение Вечное Ибо Слова Пока Не Отдаст Ему Всего Долго Значит Да то ли Пусть Мучится Пока Не Воздаст Но Он Никогда Не Воздаст Долго То есть Никогда Не Кончит Должного И Заслуженного Наказания Ибо Ваде Нет Покаяния Следовательно Он Всегда Будет Под Наказанием Желает Же Чтоб Отпущение Было От Сердца А Не От Одних Уст Представь Теперь Какое Зло Пометозлобия Оно Лишает Даже И Дарованного Дара Божия Хотя Дарования Божии Не Раскаяны Но От Нашей Злобы И Они Теряются Вопрос У меня Такой А что Такой Талант Сначала Скажи Что Такой Талант Раз Он Пришел Готсадарю Берет Значит У него Не Было То есть Не На Что Купить Вот Ко Мне Один Человек Подходит Здесь Вот Прям Здесь Церковь И Говорит Ты Мне Денег Займи Я Говорю Да Что Сколько Пенсия Твоя Одинаковая Пенсия И Займи Не На Что Дом Купить Да Как Я Возьму День Ну Как Это Искушение Дом Купить Я Должен Помощь Ну Вообще Это Как Надо Мне На Горно Наступать Что Такой Талант Талант Это Вес Я Сейчас Брата Спрошу Один Килограмм Золота Сколько Стоит Запиши 2400 А 2400 Рублей Стоит Один Грамм Золота Ну Я Приблизительно Говорю 2400 Это Плажет 0,4 Миллиона Да Один Килограмм Один Килограмм А Мера 24,6 Килограмма Талант А по греческой Мере 44 Умножь на 44 Теперь еще А должен Сколько 10 тысяч 10 тысяч Талантов То есть Это Триллиона Это даже 10 тысяч Талантов Когда Талант Столько Килограмм А решена Только о золоте Не о грязи Ясно Дело Что это Невероятное Мы Столько Грешим Оскорбляем Там Задолжались И нужды Никакой Нету А меня Чуть Задели Только Посажу Я его Вот Тут И дело А он Просит Просит Просил Умолял Главное Теми же Словами То есть Они из него Вышли К нему И вернулись Так Игнать Игнать Можно Продолжить Дальше Вы не Продолжайте Талант Мы Замерили А теперь Давайте Динарий Замерим Я замерял Да В граммах Он есть Тоже Динарий В граммах Получается 6 грамм Динарий Все Да какая Это цена О чем Речь то идет Что тут Надо сопоставлять Вам показывать У него Даже и пенсии Не было Тогда же Пенсии Не выдавали Ведь тут Надо Дальше Смотреть Он пришел Столько Должен Куда Он нахватал Но это Плище Может так Гиперболически Показывает Такую стоимость Никто и никогда Не берет 10 тысяч Талантов Нет Ты посчитай Соломона Сколько Храм какой Строили Говорят Говорят Так Что на украшение На все Ушло около 2 тысяч Тон золота Мне трудно Поверить В это Литераторы И историки Говорят На храм Золотая крыша Там Что делали Жертвенник Золотой Там Не на че Не смотрели Трудно Поверить Да 2 тысячи Это очень Невероятно Даже 2 тонны И то Это много Может 2000 килограмм Да Вот это Так Я вот Посчитал Какая прибыль Там У Дарипаски И прочее Это Тоже На золото Перевел Такую же Цену Взял Это Почти Пульман Идет 60 тонн Речь о Миллиардах Идет Вы знаете Во что Обошелся Этот проект Когда Манхеттинский Проект Атомную Готовили Готовили Я Вчера Так Еще раз Прослушал Что-то Так Типа Деньгам Тогда Доллар На Другую Цену Имел 14 Миллиардов Да По-моему Или 4 Миллиарда Цифра 130 Прогрепнула А 130 Речь о Миллиардах Идет Да Миллиарда А сколько У них работало Там 130 Тысяч Человек Было Задействовано Это Да Вообще И вот Нам нужно Из этой Причи Для себя Взять Пропадем Пропадем Прощаю 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 Только Прости Господи И Господь Вмонтировал Молитв Прости Нам Долги Наш Как И мы Прощаем То есть Этот лукавый Или нет Я не знаю Я его не видел Никогда Лукавый Ну а долг То свой Знаем Или нет Или то Что я долг Нужно я это Не считать А зачем Тогда Падал Он не сказал Я не брал Виновен Он пал Поклонился До земли Когда Одну Причи Такую Разберешь Тогда ты Поймешь Всю глубину Которая Тебя Захватила Я вот Все время Вспоминаю Евгений Берсье Это проповедник Времен Парижской Коммуны И он говорит 2000 человек было в собрании Люди много испытали Вопрос Сегодня Вас арестовывают Как графа Монте-Кристо Навсегда Но С поправкой С собой можно взять Одну из книг Пожизненно Ты там умрешь Все 2000 подняли руку Ответили Библию Я Задавал этот вопрос В камере сидел А тут преподаватель Второй группы космонавтов Лозен Антолий Максимович А я взял там Какую-то книгу Ну Что-то с математикой связанное И говорю Насколько охватил он Ну на месяц На дальше Десять раз за год Ты прочитаешь ее Конечно Она тебе в руки Даже не пойдет Зачем тебе эти цифры А у него знания какие Вот Мы сидим А я хорошо слышал И он сидит Самолет летит Так это Это у нас 130 Он наполовину Угруженный Это надо же так В камере сидит Так Вот Какое же направление Откуда звук послушали Я говорю Что-то оттуда Оттуда Ооо Он путь-то держит Вон куда Он на север летит А там Там всего один город Только Который принимает Ага Вот когда этого Аббеля-то арестовали Потом его обменяли Лучший разведчик-то был Аббель Его точно так же Завязали глаза в самолет Но садясь на аэродром Он успел прочитать Одну надпись И он Дорогой Когда сняли С него все Он увидел звезды По звездам Высчитал Сколько летят Приземлились Он уже знал В какой город сели И он сколько-то Ему 30 лет дали А его потом обменяли На хорошего человека Кажется Наглудился Карвалан Там с ним Сцеловался Брежнев Мы даже Из этого взять Для себя Надо много знать Вот Зашел В эту Вруб Там Если не знающий Ничего не ответишь Он на своем Остает А ну и скажи Почему так Я ему ответил Два-три раза Он уже прислушивается Это Вот надо У кого есть интернет Попробуем вместе Одновременно Все зайдем туда Может быть Что-то своротим Там Или нам голову своротят О Боге О любви Божией О Христе Иисусе Как сказать Они просто Вы дураки Так не пройдет Там Это нет Я даже Мусульманам отвечал И вас противиться Ни одного не было Я не сказал Что Аллах Не Акбар А я свое Иисус Акбар Он Аллах Иисус Акбар На третьем Он перестал Заулыбался И все Он не враг Он тайный враг Володя Что-то хотел Прояснить Можно Я тут посчитал Пока Пока суть до перец Оказывается Десять тысяч талантов Такой меры На земле Нету золота Ее просто нету Вот так Я посчитал Четыреста тысяч Тон золота Откуда У нас всего Добыли Пятьдесят Восемьдесят тысяч Тон Ну вообще За все время Существования Земли Цивилизации Вот у царя Когда революция Пришла У него сколько Золотой запас был Там две тысячи Там с чем-то У него был Так у него Золотая монета По весу ушла Единица Самая точная И самая Прочная была Золотым Рассчитывается Золотом Да Самый большой запас У него Тогда был У царя А сейчас Самый большой В Америке Считается До 15 тысяч Тон Они накопили Сейчас А сколько Ну они Сколько Никто не знает Обобрали Сколько людей Они Поехали дальше То есть Мы разобрали Прощение Никогда не получить Нам Столько Мы нахватались Прости Господи Я молчу Как Им Говорит Когда В конце Уже Книга Его Заканчивается Господь Говорит Кто Этот Помращающий Провидение Говорящие Слова Бессмысла Я Дважды Никому Не скажу Больше Так Он Сказал Господь Другому Он К себе Все Обратил Он Говорил Слова Со Смыслом Он С Богом Не Говорил С Придыханием Требуй Суда Господи Будем Не Так Господи Помилуй А он Никаких Несправедлив Разбираться Будем Когда Господь Начал Говорит Все Молчу Два Раза Одним Глазом Все Кончилось Вот Перед Богом Это Наши Отношения Поехали Брат Вопрос Я хотел Задать Одна Женщина Мне Написала Значит Заняла Она Денег Очень Много Одному Человеку А тот Не Отдает Какая Говорит Молиться Я Простила От Всего Сердца Что Он Не Отдает Какая Молиться Чтобы Господь Его Не Погубил Вот А я То Думаю Ну Я Написал Читайте 18 Главу Евангелия От Матфея Как Раз То Что То То Есть У Него Душа Болит Вроде Как бы Она Пишет Что Она Простила Но А Он Не Просил Прощения Тут Люди Кланялись Прости Отсрочку Просили А тот Обнаглел Вообще Он Занял И Вообще Заблокировал Ее Как Вы Вот Этих Демонов Так И Мы Там Косых У Него Земля Все Есть Батюшке Я Отдам Дальше Не Брал И Батюшка Умылся Все Так И Пропало И И Приехал Один И Взял Бумажку Написал Я У Тебя Беру 40 Тон Гречки Примерно Сказать А Когда Пришел Засит Я Не Брал Так Вот Расписку Суде Показывал Так Это Я Спросили Как Я Расписываюсь Расписался Бумажку Не Посчитали Ну Назначили Платить А Где Он Возьмет Дальше У нас Строит Дом Алеша Точно Тоже Он Нанял Бригаду Заряд Заплатил Деньги Все И В уголовном Розыске Везде Там Ну Присудили Мужику Там Каждый Месяц Задавать По 100 Рублей Это Пример За 1000 Лет Он Отдаст Ну Еще Я К примеру Говорю А Как Никак Не Давай Не Давай Чтобы Не Жалеть А Вы Не Даете Я Давал Когда Я Уходил С работы Работал У меня Тетрадка Была У меня Одновременно Должны Быть 32 Человека Я Не Знаю Кто У Кого Есть Такие Должники Но Я Прежде Чем Дать Я Молился Всегда Узнавал Он Я Работает На Одной Работе Спрашиваю На Что Тебе Надо На Это Купить Шапку Я Говорю У тебя Шапка Очень Хорошая До Свидания Пошел А Это Что У 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 Отдал Он Отдал Тогда Приходит У 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 Ему Надо Деньги Пришел Я Говорю За В Кладами Пойди Три За Клада А Я Ходил Денег Нет А За Клад Идет Люба Жданова Она Зашла Люба Зайди Сюда Я Говорю Тут Такое Дело Ты Можешь Дать Деньги Займу Нет У Чего Тебе Доказывать Если Я Скажу Что У Е Этого Нет Она Побежит Сейчас К Директору Побежит К Заму К Всем Она Сумму Принесет Через Часа Ты Понял Нет А Почему Я Ездил Печь Делал Сделал За Пол Цены Она Топится Так Муж Тут Работает Подменяется Со Мною Она Знает Безобмана Меня Один Шопер Довез И Дорогой Сломался Новосибирск А я Заводил Нашим Володя Устинов Живет И что Поехал Сломался А теперь Надо Ремонтировать Машину Тащить Туда Деньги И Он Вернулся К нашей Кваре С Володей С Кустинов И Говорит Мне нужны Деньги Ты Валю Володя Знаешь Это Ваш Деда И Они О Они Ему Дали Денег А у У них Своих Семеро Ребятишек Дали Денег Он Отдал Через Неделю Пришел Ко мне Я Первый Раз Встречаю Таких Людей Да Они Как Они Запомнили Он За Мною Завернул Так И Вышел Дать Незнакомому Человеку Я Говорю Не Тебе Дали Мне Даже Под Мою Девальвацию Вот Так То есть Ты Веди Себя Так Чтобы Знали Что Ты Зря Революция Случилась Один Уехал В Париж А другой Остался Здесь А который В Париж Тому Должен Был Человек Который В Советском Союзе А его Не Выпускают Сыну Наказал Умирать Сынок Там Ты Найдешь Теперь Не Иосиф А Джозеф Ты Найдешь Ну Рассказал Как Бакмелдер Отдай Ему Деньги Мне Тяжело Умирать Я Не Мог Отдать Он Посчитал Всю Энфляцию И ему Отдал Так Тамошние Вот Такие Глаза Это Такой Народ Был До Революции Таких Детей Родили Да У нас Ни под Каким Видом Он Не Отдал Его Роспись И так Гречку Не Отдал Я Игорь Ты Что Сделаешь Вот Приезжает Кто Ты Теперь Смотри Меня Зови Он У меня В кармане Всегда Фотоаппарат Этот Тебя аппарат Купить Ну 35 тысяч Отдал Да И Купил И Все Засними Вот А мы Опыт Берем Отсюда И Должники У меня Были Те Которые На Работе Которых Я Знаю Как Сейчас Помню Поверх А Он До Сих Пор Жив Этот Товарищ Который Взял Умер Там Умер То Сын Или Отдал А Тот Передал Видимо Сказал И Он Даже Не Знал Которые Вопросы Это Тот Приход Долг Отдавать Это Пишут А Тот И Не Знает Какой Долг Да Твой Отец Дал Моему Ничего Он Мне Не Говорил И Он Нашел Его И Сыну Отдал Вот Как У Барабаша Который Взял Живой Живой Ну Недолго Живой Живой Ну Я Конечно Игорь Повкорял Как Такие Машины Нагрузил Гречки Выращивал Добрые Христиане Еще Нет Как Ты Ты Заснял Песчат Отпечаток Пальца Взял С него Можно Было Что Сделать А Игорь Простодушный Такой По Нашему Простодырый Так же Нельзя Батюшка Тоже Дал Деньги Отдал И Санцом Написано Просящему У тебя Дай Не требуй Назад Я Не требую Он Сам Должен Отдавать Я Давно Год Он Ножен Отдать Я Сыну Тоже Занял Говорю Сынок Верни Деньги Там Говорит А написано Просящему Да Я Не требую Назад Я Сынок Не требую Не требую Я Не требую Ты Должен Отдать Отдать Или Сразу А вот У меня Хорошо Кто бы Не просил У меня Нету Нету Сразу Написано Я Прав Я Правильно Говорю Кто Просил У меня Сегодня Нет На Дом Просили У меня Денег Вообще Где он Где он Там Он За печку Рассчитался Ему сделали Печку сделали Сапоги ему Теплые купил Еще и дома Мое построили Он наглый Как Поп Сапоги ему Тоже купили Эти Да Кто купил Ты Ты Гляди Голос Прорезается В щенка Возьми его К себе На недельку Брат Все Ты Катализатором явился Хорошо Что бы у тебя Жил А я хотел У меня было Такое Живание Я Грея Снова Наверное Какое дело Не понимают Все по-своему Как далее Есть Одно Реон Зав 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 Так Пустите Его Батарею Батарею Дайте Пусть он Подсушен Заднее Место Так ты На улице Живешь Че тебе Упрямо Я говорю Ты как бы Только кувал Дай рога Сбивать Какое бы дело Не сказал Он на все Ответ Бу-бу-бу Как в армии Я говорю С таким характером Тебя никогда Не жениться Он засмеялся Сразу Даже Самая Нихудышная Мысль Еще и есть Об этом Самая Невостребованная Батарея Тебя не пойдет С такой Характеристикой Тебя даже В тюрьму Не возьмут Охота Алименты Платили Еще Алименты Ох ты Великий Малый Спросит А если я женюсь Своим характером Она же от меня уйдет А мне придется Алименты Протить Нет Он еще детей Сделает Алименты Платят За детей А не просто Так что Уйдет А который Это Слышь Игорь В рулетке Не показывай Чем прячешься Прячутся Алиментчики Вот глаза Выли Один раз Так и Тащит И голова Вот так Вот Самая Трусливые На землю Олеменщики И песня поется Обнимал он чуть-чуть Целовал он чуть-чуть А родился малец И уехал отец А чуть-чуть Говорят Не считай Насчет Алиментчиков Виталий Калиников В Испанию улетел Просил Малин Куда он В Барселону От себя не улетишь Нет Я ему Наказал Я пришел Он там У батюшки Наняли У Игоря Стенку зашивать У склада Пришел Нигде нету Крещал Крещал А он увидел У батюшки Сеновал Пришел Молотки положил Пошел на Сеновал И уснул Рабочее время Я крещать И где он Где он Наконец вылазит оттуда Все зачем залез туда Тут хорошо пахнет Какая-то От шарика Говорил На кухне Я ему сейчас написал Только там В Барселоне На Сеновале Не прячется Тебе надо работать Он задолжал Жене За элементы Наверное Тебе уже 350 тысяч Будто бы работать Мне вчера Ни человек сказал Работать не землю копать А по интернету Что-то Туда Если отправлять Только Витю Петеримову Надо было Какие у него знания Вы видите Огромные Поехали Евангелие от Матфея 19 глава 1 стих Когда Иисус Окончил слова Сии То вышел Из Галилеи И пришел В пределы Иудейские За Иорданскую Сторону Толкование Опять приходит Господь В Иудею Чтобы Неверующие Жители Иудеи Не имели предлога Оправдывать себя Тем Что он посещал Их реже Галилеян Евангелие от Матфея 19 глава 2 по 6 стихи За ним Последовало Много людей И он исцелил Их там Приступили к нему Фарисеи И искушая его Говорили ему По всякой ли причине Позволительно Человеку Развалиться С женой Своей Он сказал В ответ Не читали ли вы Что сотворивший Вначале Мужчину И женщину Сотворил их И сказал Посему Оставит человек Отца И мать И прилепится К жене Своей И будут Два Одною плотью Так что Они уже Не двое Но Одна плоть Как самолет На заправке В воздухе Одна связка И так Что Бог Сочетал Того Человек Да не Разлучает А куда Патриархия 12 причин Сегодня для развода 12 причин Официально Толкование О безумие Иудеев Если бы Он сказал Что позволительно Развалиться С женою По всякой Причине То ему Возразили бы Как же ты Прежде говорил Что никто Не должен Разводиться Разве только С прелюбодейную Женою А если бы Сказал Что вовсе Не позволительно Разводиться С женами Своими То его Увлечили бы В противоречии Моисею Который Велел Прогонять Ненавистную Жену И без Благовидной Причины Ненавистную Он показывает Что создатель С самого начала Узаконил Единоженство Он в самом начале Сочетал мужа С одной Женой Следовательно Не должно Одному мужу Сочетоваться Со многими Женами Ни одной Жене Со многими Мужьями Но как В начале Были сопряжены Так и должны Оставаться Не разрывая Сожительство Без уважительной Причины Богу угодно Чтобы они По сопряжении Жили Как Жили так Неразрывно Что позволил Им Оставлять Родителей И Прилепляться Друг Другу Если же Они Адам и Ева Стали Одною Плотью Были соединены Посредством Совокупления Естественной Любовью То Расторгать Законных Супругов Так же Неприлично Как Рассекать Собственную Плоть Сегодня я Пушкина Прибаля И он Пришел И там Женщины Тебе скажут Ну Как Скажут Ну там На месте Узнаешь Пришел Здравствуйте Как живете Да так А какие Мы верующие Но Господь Сказал Что вы Подвиг Делаете Подвиг Да мы Сегодня Ночью С мужьями Ложи Разделяли Вот как Написано Никакого Секса Просто Ложи Разделяли И что Ну вот Мы за Двух Братьев Вышли Мы то Разные А это Родные Братья Наши Наши Мужья И мы С них Живем Сколько Лет 7 лет Мы ни разу Не поспорили А мужья У нас Такие Строгие И чуть Что Одна Другой Помогает Молится Что Не хватает Соли Щепот Куда И ни разу Ни разу Не поспорили Женщины На общей кухне Ни разу Не посапались Да нет Позвольте Во всем Союзском Союзе Этого Не было На общем И он Ну вот так Если бы он Задумался Да Вот это Да Мы с монахами Там Грыземся Каждый день Повернулся Домой Это же Самая Мысль Постигла Хреба Сирина А А этот Уже Ищи пиржи Он готовит Картошку Варит Наверное А одна Там окно Открыла Вторая Может тебе Еще не хватает Не хватает Песка До кирпичей Чтоб заложить Тебе окно Сразу Ее отбрил И вот Когда он подумал Что ему Равных нет Господь ему Заговорил И сказал Пойдешь Кого первого Встретишь Тебя научит Покажет Вот это Да Идет Первый Идет блудец С ночного Дежурства Так Ну А Че Ну Он уставился И она Смотрит Молчит Он говорит А что ты на меня Уставилась Я из ребра взят И я на тебя И смотрю А ты из земли Взят Смотри в землю Вот это Баба Он развернулся Да и домой А сейчас газета Пришла Не какая-то Путинская Российская газета На курорте Мусульманин Видно Шейх какой-то Идет А рядом с ним Вот так За руку Ее держит Женщина И вот мешок Надет И вот такая У ней курорец А почему Да потому Что она Мужья Это всех видит А ее никто Не видит И это по закону Ее-то никто Не видит Мешок один И все А у нас Так как Она блузка У нее Выше Колен На 28 см И все Прозрачно Ну известно Что мужик Надувается И что Спрашивать Как быть Дальше Одно Только закрыть И поэтому Мусульманин Делает Правильно Она Хиджаб Надевает И Подожжу И она Вот так Вот смотрит Она Почему Женщина В муже Нуждается Во много Раз Больше Чем муж Женщины Он Муж Рест И Поменял Завтра Пошел В другой Дом Зашел Где-то Где красные Фонари Сверкают Или желтые А женщине Нужна Скала Ей Нужна Защита Смысл То в этом Понятно Что Ей Одной Никак И она Знает Что вся Надежда На него Защита С той стороны Его Мужа Дома Нету Вот так А жена Кто такая Это Расул Габзатов Пишет Ну Один встретил Такой Мудрец С другом А тот Рад Я Говорит Сейчас Живу У меня Все Есть Особняк И Проще А женился О Женился А жена У меня Вообще Красавица А может Тебе Прийти Ну Приходи Я рад Буду Старый Товарищ Ну Он Пришел Не в 6 Вещенок А в 2 Дня Пришел Здравствуйте Здравствуйте А кто Вы будете Да нет Я просто Так Хотел Узнать Где-то У меня Разворачивайся Он друга Встретил Друга Говорит Как Еще Я проходил У тебя Хороший Дом У тебя Но Дверь У тебя Неважная Дверь Говорит Слабая Она С петель Слетает Сразу Тот Мужик Дом Пришел Дверь Потислил Дверь Хорошая А в чем Дело Приходил Такой Приходил Еще Да Прогнула Его Вон В чем Дело Он Тогда Развелся Он Мусульманин Через Забор Сосед Я Развожусь Наташкой Сосед Я Слышал Три раза Должен Крикнуть Если он Подтвердил Что слышал Все В дом Она Уже Не имеет Права Заходить Поэтому Ожерели Все У них На шее Это Ее Банк Ей Уже В дом Заходить Нельзя Если Она Не беременная А беременная Она Должна Родить Год Покормить И За двора Долой А сын Оставляет Дочь Все Такие Законы У них И Тогда В следующий раз Он пришел А та Приветел Пока В саду Посидите Чай Вынесла Там Муж Скоро Придет Только Не уходите Он Будет Очень Рад И Он Не Пришел Другой Раз Встретил И Был Был Дом У тебя Хороший Но Дверь Где Ты Дверь Достал Вот И Все У У меня Один Знакомый Я Говорю Ты Когда Женился Что Главное В жене Искал Ну Чтоб Такая Красивая Была А Сейчас Чего Тебя Дурак Был Не Это Искал А Что Надо Было Послушание Послушание А Она Здесь Я Показывает Умнее Меня А Мне Это Не Нравится Я У Ней На Дому Мы Ночуем Там Я Говорю Ты Одна Одна А Муж Ушел Другой Почему Я Все Время Показываю Что Я Грамот Ней Его Что Я Больше Знаю А Он Даже Подровнять Не Давал А Сейчас Подровнялась Никого Нет Одна Это Кто Говорит Валентина Сортистова Валентина Дмитриевна Мы У Ней Были Прекрасная Женщина Ничего Не Скрыла Надо Правду Сказать Он Едет Так Эх Марья Всю Жизнь Мне Испортила Она Я Иван Дура Пошла Мамка Говорила Не ходи За пьянью Я Всю Жизнь С тобой Мучаюсь А Сем Промолчала Не Худо Было Смотрим Судьба Человека Андрей Соколов Я Иду С Работаю Мне Улица Кажется Узкая От Стенки К стенке Домам Бросает Приду Добой Я Знаю Таких Шалаф Она Всячески Уплекает А Она Мя Говорит Уложит Добода В рот Не беру Боюсь Как бы Наташку Мою Не огорчить Ирину Вот ведь Как Это Пишет Шолохов Я Знаю Таких Шалаф А Что Такое Шалаф Ну Что Такое Не Шибко Хорошее А Сам Молодец Алкаш А Вы Старые Знаете Чему Учить Молодых Чтобы Старец Учили Молодых Любить Мужей И Детей Так Павел Говорит А Вот Самая Трудная Налог А Вы Написано Так Дочка У меня Отец Твой Сюда Подчинялся И Ты Сделай Так Чтобы На Побегушках Был И Мужик Согласился Лежит Щелкает Как Телевизор Идет Она Кричит Иван На Дачу Едем Встал Пошел Отвез Опять Лег Лежит Все На 15 лет Раньше Умер Разводиться Не Надо По Патриаршему А Одна Единственная Вина Игнать Игнать Можно вопрос Вопрос Вы Давеча На Собрании Говорили О том Что Главное Для Мусульман Ну Действительно Они Сами Не Знают Себя Это Точно И Сказали Что Главное То Что Они Совершают Намаз Да Ну Пять Раз Он Не Дает Намаз Когда Совершают Я имею Саудовскую Аравию Я Понял Но Все равно Мы Не Можем Равняться Потому Что Этот Намаз Он Вообще Никак Не Относится К Господу Богу Троице Нашему Кому Они Молятся Ну Пять Они Пускай Пятнадцать Раз Молятся Тридцать Два Ну И Хоть Замолиться Это Не Богу Они Молятся Нет Богу Богу В их Понимании Аллах Это Бог Вселеногущий Я Понимаю Что В их Понимании Хорошо То Что Они Вообще Не Пытаются Изменить Судьбу Свою Вот Тонет Он Помнишь Тогда Как Этот фильм Называется На лошадях Идальга А Идальга Ничего Семь На лошадях И он Там Когда Гонят По пустыне И он Мимо Промазал И в трясину Он Ему Бросает Веревку Не Надо Раз Я Шипся Рядом Аллах Так Знает Он Тонет Вытаскивать Не Надо Аллах Дал Ему Это Он Говорит Я Тебя Вытащу Все Таки Может Быть Аллах Тебя И Поможет Дальше Он Тонет Мы Просим Господи Благословим Дороги Если Не Так Мы Просим Изменим У них Это Нельзя У них Занаряжены Ничего Нельзя Сделать А Наше Сознание По Другому По Строено Как Говорит Наш Менталитет Такой И Мы Дожи Сказать Они Единобожники Они Так Понимают Бога В них Понимание Отрицать Этого Нельзя Они Искренне Молятся Они Умирают Это Воины Непоколебимые И Когда В Москве Начали С Жахаром Дудаев Он Сказал Вы Еще Не Знаете Что Будет Мы Всю Россию На Ноги Поставим На Уши 2000 Смертников Уже Готово Женщины Идут Рванула Ничего Нигде Нет Женщина Идет Пузатая Езжайте Мимо На Аэродром Едут Работников На Аэродром Везут 28 Человек Шофер Говорит Не надо Останавливаться Бобенки Сидят Да Остановитесь Видите Она Какое Положение Довести Она Положение Она Начинена Она Только Вошла И замкнула Все Додава Погибли Шофером Вот И Все Инструкция Была Нигде Никого Дорогой Не брать Ну Женщина Но Они Все Рассчитали Когда Делают Они Умные Назло Они Очень Смелые Это Воины Спарта Настоящая Смотри Японцы Кто Скажет Что Плохие Воины Были В плен Вообще Не сдавались Ну Только Уже Оглушенного Поднимается Самолет И Показано Как Колеса Катятся Тележка Отдельно А он Влетел Садиться Уже Негде Он Должен Найти Цель Цель Которая И Тогда Он Бьет И Сколько Почти 50% Сбивали Американцев Астан У него Полторы Тонны И Он Врезался Три Четыре Самолета И Смени Скажет Ногами Я Все Это Знал Что Вы Скажете Это Уже Говорили Сто Раз Теперь Я Дальше Продолжаю Так Это Бог Сатана У Них Самый Настоящий А против Нас Искренно Верующих В Троицу Как раз И действует Сатана А им Он Помогает Почему Они Говорят Если Кто-то Будет Рядом С нами Мы Его Легко Вычислим Почему Да Он Говорит С ума Сойдет Или Станет Таким же Как Мы Бесом Это И Понятно Он Всех Вычислит Сатанюга Всех Я Православный Как Я могу Между Этими Гадами Быть Когда Они Только Об убийстве Говорят Кому Как Морду Набить Я То Таким Был До 31 Года Я Был Таким Занимался В этих Вместе С ними Они Меня Уважали Сильно Я Сильный Был Никто Штангу Так Не Понял Ну Я Не Молился Аллаху Но Я Не Молился Злу Я Вообще Ни С кем Не Дрался Никогда А Они Где Таким Намного Легче Он И 15 Раз Сделает Им Ну Православных Пятью Разами Сдолбил И все Если Православный Человек Ну Он Даже Не Совсем Православный Молится У нас Смотрите Какие Есть люди Странные Они Вот Был этот Гоша У нас Он Десантник Воевать Там Все Афганец И так Далее Он Сюда Пришел И до Него Когда Дошло Кто Он Есть Он Он И Говорит Великое Дело Когда Тебя Поносят А Ты Не Можешь Убить А Тогда Раньше Он Мог Убивать Спокойно Там Афганистане Убивал Кого Хож Там Ему Зачем Зашли В селение Всех Покосили И все У них Приказ Был Но Русский Это Человек Даже Не Такой Даже При Социализме Мы Не Такие Были Почему Христос Оставил Отпечаток На Всех Да Сам Он Даже Сталин Это И то Признавал Помните Как Он Сказал Рокоссовскому Когда Он Говорит Ну А Как Ваш Отец Да Я Отец Что там Отец Я Не знаю Где Как А он У него Священник Он Говорит Как Так Отец Есть Отец Кто Бо Он У тебя Не Был Ты Это Обязательно Товарищ Рокоссовский Позвоните Отцу И на Следующий Раз Уже Спрашивает Ну Как Это Что Отпечаток Семинария Тоже Оставила Какой То На Нем Ну Так Как Они Воспитаны Мусульмане Это Никакого Там Бога Нет В нашем Понимании Иисуса Христа Ну Ветхозаветный Может быть Немножечко Там Что то Такое Ну И то Я Читаю Ветхий Завет Сколько Любви И милосердия Даже По сравнению С тем Какие Они У них То Одно Как Вы Правильно Заметили Как Людмила Степановна Вам Рассказывала Только Поверни Их Чтобы Толпа Вся Их Была Руководящая Они Всех К ногтю Для Того Они Заходят Для Того Они Сейчас Там На Западе Что Вытворяют С Этими Немцами Сколько Там Сейчас Случа Что Русские Бьют Морды Потому Почему Потому Что Там У них Везде Законы А Русским Закон Не Писан Как И Американцы Поэтому Хорошо Молиться Когда За тобой Сатана Да И Бог Так Не борется С Сатаной Как Сатана С Богом Ну А то Что Молиться Надо Это Сто Процентов Молиться Надо Не Пять Раз И Не Семь А Семьдесят Семь Как Сказал Апостол Павел Не Престанно Пребывайте В молитве А как Этого Добиться Братствами Добиться Пусть Маленькое Но Христово Братство Вот Каждой Церкви Пускай Будет Братство Это Да А у Них Братство На крови Как Братство Основать На любви Вот Мы Поехали Вчера С братьями Привезли Евангелие Поехали На Благовестие Но Этого Маловато Хорошо Из Потеряевка Поехали Там Помогали И там Брат Как-то Это Единение Братское Оно Способствует Этому У них Братское Единение На то Что Каждый Должен Быть Здоровым И Они Каждый День Встречаются В спортивном Зале Качаются Стреляют Учатся Бить Правильно Ножами Все У них Там Есть Каждый День У нас Как Это Сделать В спортзал Ходить Или На что Вот у нас Слава богу Есть Занятия Почему Мы Всех Людей Призываем Чтобы Почаще Виделись Друг С Друг Вот же Написано Если Имеем Общение Друг С Друг Тогда Только Кровь Иисуса Христа Омывает От Всякого Греха А у Нас Нет У Этого Общения А у них Есть Это Общение Но У них На крови Все Построено Это Страшное Общение У них Страшное Конечно Вы Призываете Что Какое Что Такое Мусульманство И Как Наше Общение Православное Братское Должно Устроиться Я В интернете Не встречал Ни Раза Чтобы Мусульманин Поносил Мусульманина Нигде Нет Мы Зашли В чат Белоруссия Украина Израиль Америка Везде А Канал Та Один Русскоговорящий Канал Для Русскоговорящих Называется И там Русские В Америке Израиль Тоже А я Говорит Русские А в Израиле Живут И так Что Мы Ничего Не Изменя Не Могли Найти Другого Мы Сразу Вернулись На Русский Тут Легче Найти Человека С кем Говорить А Там Он По Английски Знает По Английски Знает Я Точно Ничего Не Знаю Забыл Я Сразу Спрашиваю Can you Speak About English And How Jesus Christ Your Minion Он Ничего Не Может Понять Я Спрашиваю Об отношении К Иисусу Христу Спросил О Библии Он Глазами Хлопает А по Английски Он Не Англичанин Он Может Знает Только Хедди Хох И Спрашиваю Хорошо Английски Знать Это Надо Жить Там Чтобы Научиться Я Не Поверю Это Чтоб Человек Где Не Жил И Только Учился По Книжному И Приехал Его Чтоб Не Узнали Это Нельзя Сделать Это Невозможно У нас На Молитве Мы Считаем Псалтира Надежда Васильевна Потом Выписывает Две Ошибки Сделаны Какая Буква Не Так Ну А Мы Русские Русские Самый Легкий Язык Какой Я Знал Это Английский Подержа Ни Одного Нет Один Подерж Один Подерж Что у нас Шесть Подержи А если Разобраться То семь Еще Звательный Есть Когда Говорим Боже Боже Его Не в один Подерж Не Судишь Бог Да А Боже Это Звательный Обращательный И И Поэтому Согласиться С этим Что Болется Дьявол Я Не Могу Я Не Знаю Он Представляет Что Бог Да Допустим Данил Сысоев Он Так И Говорил Как Ты Говоришь Но Другое Я Был У них Переписываюсь С кем У Мусульманка Так Я не С одной Переписывался Это Столько Доброты Столько Любви У человека И Она Не То Что Там С Книга С Библии Своих Мусульман Учит Откуда Мне Столько Доброты Два Высших Образования Консерваторию Кончила Ходит В храм Но Молится Аллаху Я У них Там Беседую С ними Рядом Муж Мула Это Священник Стоит Если Кто Видел Интернет Видели Чего Видел Да Конечно Я Религию Тут Я Промолчу Об Этому Как Ты Говоришь Так Понимал Ян Дамаскин Он Не Один Понимал А Что Именно Кому Молятся Единый Бог Я Ничего Не Могу Сказать Данил Сысоев Показывает Что Разница Большая Такая А Если По Пунктам Буду Брать Десять Заповедей Блаженства То Они Совсем Соглашаются Вот Мы Былись Идем По Городу Кто Бо Не Встретился Она Ко Отец Мой Приехал Учитель Мой Приехал Преподаватель Такое Образование Доброта Просто И она Где Помочь Как Что И Поэтому Она Молится Мы Только Беседовали Моленько Горбун Дала Я Гляжу Ее Нет А Я Сразу Вышел За Ней Она Уже На Кухне Склоненная Уже Молится Для Молитва Это Главное И Что Сказать Для Ее Это Будет Как Так Я Молюсь Тому Кто Небо Сотворил Разве Сатана Сотворил Нет Я Молюсь И Говорю Ты Сотворивший Небо И Землю Даровавший Нам Жизнь Это Любовь Ко Всему Дьявол Этих Слова Не Может Сказать Не Может Что Они Заблуждаются И Спешат А Сегодня Хоть Из Пушки Бегнет А Они Рядом Стоят Большие Такие Высокие И Там У Него Балкончик Внизу Поднимается По Лестнице Молая И Крещит Правоверные Вставайте Лучше Славить Бога Аллаха Чем Спать Что Ты Выспишь Пока Лежишь А Придет Судья Будет Судить Что Ты Ответишь Вставай Иди На Моление И Вот Он Кричит Мой Один А У Нас Еще Нет По Сравнению С Этим Так Как Ехали Ну Ехали Не Два Км 120 Тысяч Км Турцию Прошли Мы Ни разу Плохой Низих Не Светился А Мы Там Нащибали Там Спали У Ни Как Они Нас Принимали В Этой Чечне Но Они Думают Нас Замануть Виктор Николаевич Савченко Вышел Из машины Мы Где-то Не Можем Едем По Проспекту Имени Путина Я Думаю Больше Нет Таких Проспектов Огромная Улица Путина А Это Которые У них Там С колоколами Как Они Под Православных Что Делают Их Мещать Где-то Молодежь Там Может 16 Митер Подошел И Спрашивает Их О Они Рассказывают Там План Рисовать Пошли Вперед Пройти И Вот Такое Мы Остановились А он Едет Подъехал Что Мы Заблудились Не знаем Куда Ехать Дальше А там Электростанции Везде Так Перепутано Где-то Красноярский Край Он Развернул Свою Машину И Говорит Тут Есть Заход На Большую Трассу Вы За Мно Езжайте Ну За рулем Наш Брат Поехал Доехали Вывел Он Подошел Так Мы Тебя Благодарим Даже Он На Меня Посмотрел У 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 Которые Которые Нож В Спину Это Не Про Них Говорят Это Китайская Богина Кали 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 Так Звать Ее Индусская Богиня Индусская Никак Не Китайская Я Говорю В Китае Там Распространено В Китае Поехали Там В Китае В В В В В В Прочитав Вот Они Накормят Напоят А Когда Ты Ушел Мусульман, они очень добрые. И при том, вот, кому он молится? Допустим, пленного взяли русские. Они насильно заставляют плену в Афганистане. Его предложили, принимаешь мусульманство? Да я, принимаешь или нет? Три раза спросили, нет. Нет, значит, голова долой. А тут я принимаю. Значит, обрезание надо тебе. А потом пойдешь с нами воевать против русских. Я согласен. Ну, как влас уже, Андрей Андреевич. И вот он там женился. Показаны такие ребятишки, черномазы у него. И теперь он приехал сюда. Жену взял с собой в Россию. За столом сидят, ему наливают. А я теперь Махмуд. Я не Вася теперь. Да нам какая разница, мы пьем. Мы не пьем, у нас не положено. По нашей религии нельзя. Что его заставляет сатана не пить? Это уже надо думать. Дальше они сидят и, гляжу, он встал, пошел. А те глядят. Он взял свой дастарханг, там вот такой вот коврик. И там у них холм. Пошел на холм молиться. Да у нас где, когда было, что пленный русский пошел Бога славить по православному? Один случай назовите. Миллионы было их там. Никто не знает. Они в заключении так же. Вот мы едем через Уральский хребет. Мы остановились. И в это время такая же Газель, ну метров, может быть, 50 от нас. Мы говорим, как похожа машина-то. Ну, российская машина-то. Он выходит, мальчишка, лет 16. Ну, вот пришел Сармон, старший уже Никита. Он вытаскивает из себя, под себя, опять же, коврик. Встал на колени. Один молится, наклонился. Рядом с нами. К чему он? Сатане молится? Он просит защиты. Я теперь разговариваю с ним. А на него уже глаз положили там ребята, которые пристроились, а там взятки брать. Мы к нам подошли, а собаку вывел, он сразу попятился у нас. Ураган был. Он сразу на место всех ставил. Мы пальцем никого не трогали. А за ним наблюдали, а они к нему. Деньги. Площадка наша. Но не их, они приватизировали ее. Гляди, глядим, он обратно залез и поехал. Если мы дорогой молились, где-то выходили, а на дороге работают даже вот эти узбеки, они не настоящие, чем мусульмане. Они нас в обиды никогда не дадут. Замолящегося он в голову положит. Я христианин, он в это время забывает. Он молится Богу. Христиане по их учению не многобожники. Хотя близки к этому, потому что у Бога нет... Сотоварища. А? Сотоварища. Сотоварища. А у вас отец, сын. Я ему должен доказать. Я доказаю, что Бог единый. А как так? Ну это тайна, ее нельзя разгадать. Ее не вместит наш разум. И они стоят на страже. Это было во Франции. В разных городах мы с ними беседовали. Он Аллах, я говорю, Христос Акбар. Иисус Акбар. Три раза я все замолк. О, у нас про Иису написано, это пророк. Я говорю, пророк, правильно, с большой буквы пророк. Он один такой пророк. Вот они приехали, потеряю, покупать картошку. Я их остановил посторонние. Ну, картошку продают. Я говорю, вот такое продают-то. А вы знаете про Мухаммада? Я говорю, слышали. Это последний пророк. Вы знаете, кто последний пророк? Я говорю, знаю. А кто? Я говорю, Иноха и Илья придут. Все, у него здания кончились. Мы около нашли, когда кое-как машину выдрали, там застряли. Ну, такая, как сцепущий песок или что-то. И к кону придвинулись к забору. Маленько погодя. А тут железо везде лежит. Мы уже все расстелили, уже палатку ставим. В это время выходят здоровые ребята такие. Так, вы кто такие? Мы православные христиане. Верующие? Да, значит, мы уже злание сделаем. Кто последний пророк был? Я говорю, Иноха или Илья? Они друг на друга посмотрели. А что вы делаете, я говорю, здесь? А это, говорит, считаем, делаем подземный ход, как метро. Тут правительственное здание, на другую сторону влез. Они не скрывают. А мы видим, самосвалы везут этот грунт из-под земли. Вытаскивают где-то. Маленько погодя, приехал начальник. Видимо, ему наши документы, ему показать. Мы христиане, мы ничего не возьмем. Ну, ладно, отказалял и пошел. А злодей, который сатанан, он бы нас убил здесь сразу. Убил и все. А они к христианам относятся так. Их не убивать. А только, чтобы налог платили. Ну, этот закят, это у них одна двадцатая часть заработка. Заработка. Вот. А какой они тут наложат в данный момент, не знаю, но обязательно, чтобы платили налог. А один, а со своих они не берут. И он сделал себе шапку, камелапку и торгует, стоит. А кто-то сказал, это христианин. И мимикрирует под это. Подошли, так ты христианин или кто? Да. А зачем же ты нашу форму наделал? Мы уже два раза ходили, с тебя налог не взяли, базарный-то. И вот взяли, а третий сегодня никак. Его казнили. В жития святых попал. Это я беру из жития святых. А так, чтобы вот захватили, и мусульмане голову отрубили в Турцию. В Турцию, это же Константинополь. И там сейчас молятся, и христианские общины, они не трогают. ИГИЛ, даже ИГИЛ, самое строгое у них, не трогают. А там изиды жили около холма где-то. Ну, сколько там, мужчин, кажется, три тысячи было, к примеру, сказать. Они только захватили, к утру их всех вывели, всех расстреляли, домальщики. Язычники, по-нашему написано, убить, а это дьявола. Дьявол из человека, убийца. Дьявол. То есть, в человеке видишь, как тьма и свет, а это не должно быть. А какой ваш ответ? Не знаю. Я только могу сказать об определенных поступках. Больше мне не дано. Я с ними знаю, переписываюсь, молюсь, сказать еще не могу. Они очень строги в отношении сохранить женщин. Не приведи Бог женщину, потеряй девственность, добраха. Ей уже не жить, замуж ее не выдадут. Отец своими руками задушит ее. А у нас партича делается. И спрашивать нечего. Ну, хорошее я беру. Хорошее то, что алименщиков фактически нет у них. Я говорю о настоящих странах. И он за границей говорит, доставит, будут пороть, шкуру снимут. Будет кормить. А у них пьяного ни одного на дороге нету. Нету ни одного 1300 лет. Нам надо это. А то выступает Жириновский. И как далеко делать пивную бочку от класса пятого. Где-то если в магазине, то где-то в уголок. То в уголок кто-то не пройдет, что ли. Да никто не заметит это. А у них никак. Так, если иностранец выпил, вот корабль заходит в порт Жигду. И они буфет не закрыли. А там встречают лоцманский кораблик провести фарватер, где у них. Зашли. Киоск открытый, бед. Зашли. Это Киоск ваша, да? А почему не закрытый? Да как не закрытый? Я же сказал закрытый. Не закрытый? Вызвал. Не закрытый. Так, арестовать капитана. Два с половиной года тюрьмы. Корабль без него ушел. Каждые полгода сорок ударов палкой на базаре давать ему будет при всех. И заплатить там 35 тысяч евро. Все. Так я говорю, когда его освободили, по ней пятками земли не доставал. Закон твердо у них держится. Положено, все закрыто. А бывает, что выпивает? Бывает. Советский дипломат пишет. Сыновья шейхов у нас были, говорит. Так с дрожьего рука, говорит, он берет это выпить. Но выпьет, но он уже никуда не выйдет. До утра в нас ночует. А выпить надо. Ему смерть. Это дорогая рюмка. За 1300 лет, и они не развратились хуже. А только строже держат. Вот она в щедре. Она смотрит. А муж ее посторонне не видит. Нам это надо или не надо? Андрей Ткачев говорит, это культура-то почему к нам не пришла? А нас раздетые идут. Даже вот здесь верующие по форме-то мало кто идет. Как только до дверя юбку подняла и понеслась. Я еще обманываю разве? Сколько раз вас остановлюл? А она везде одна. Все показывает. Моя знакомая, жена Мулы, она преподает, девочки сидят. Вот так руки. Это не для снимка. Все до одной платки, как у нас в хиджабе. В классе. Вот во Франции, в Германии сказали, что платки они не носили. Там какой бунт-то был? Наконец добились они этого? Вот у нас сейчас женщина на паспорт может в платке фотографироваться. Это они добились. Если им разрешили, то русские имеют право. Это одно государство. Одна конституция. А они добились. Адвокаты все поднялись. Почему женщины так? А во Франции они добились, чтобы и крест не носили на православное. Тогда мы без платков будем. Православные успехи тоже. Говорят, а что ради-то? Крест не видно, а платок видно. Наденьте. Понимаете, мы все никакие. Вот я считаю, Ванглин подошел, она торгует там. А без платка открыта грудь, все. Он подошел, сестра, подойди сюда. Он подошел, а ты одета неправильно. Ты грудь закрой. А что ты мне указываешь? Мы сказали, тебя предупредили. Мы еще раз придем, еще раз предупредим. А третий раз ты сама будешь отвечать за себя. Она побежала к директрисе. А кто? Да вон пошли. Трое пришли, меня угрожают. Знаешь, что надеть. Они не отстанут. Они у нас все здесь порубают, все полоты уже не удерживают. Она на следующее утро пришла, одетая по форме, все как можно. Нужна рука железная. Нас учить надо. И они учат нас, для этого они и пришли к нам. Почему их называют бич божий, как Тамерлана? Бич божий в лицо, как Иоанн Крайнштадтский говорил. Такие нам правители. Мусульманство, я спрашивал, для чего оно? Никого-то, Александр Менец спрашивал, Дмитрия Дудкова, таких Глеба Якунина. Ответ один, бич. Бич. И бич в руке Божия, не у сатаны. Бич Божий называется Артлана Крайнштадтский. Тут надо на все вопросы. Можно вопросы? Он у Сережи спрашивает. Вот вы сказали, они, христиан, не казнят. Как? Вы сказали, христиан не казнят. Не казнят. За то, что завоевали территорию, а тут одни христиане. Не казнят. Не считают там... А как вот в Сирии показывали ряд целых христиан, выставили, резали? Это те, которые были мусульманами и вышли оттуда. Вот если у них это есть, если он был мусульманин, а теперь пилины христианство, он должен умереть. Ты видела тех, которые бывшие мусульмане приняли веру в Христову? Вот. А мы живем здесь, мы мусульманами не были. Вот в том случае он поступает как дьявол. Здесь поступает... А кое-где нам поучиться надо. Как они стариков любят. Как они их заботятся. Ну, почитай Хаджи Мурата Льва Толстого. Это же не я говорю. Тут надо очень быть осторожным. Всякое доброе даяние от Отца Света. По кто это делал? Коммунистам, фашистам. Доброе даяние. Вот генералу дали отступать в вышленную землю немцам. После русских все села выжигать все. А он так сделал, чтобы приказ не поступал. Я его не знаю. Оставьте людям жить негде. А то немец воспротивился приказу Гитлера. Гитлер прямо указал. Выжженную пустыню оставить. А вы, когда отступали от Гитлера, вы то же самое делали. Свои жгли. Их понять можно. Они немцы. И однако находились такие, которые вот так. Вот сейчас ролики стоят. Я, говорит, попал в плен. Я, говорит, дежурил. Вышел. Напротив меня трое русских. Стоят с оружием. А я не думал, если бы там из биндажа вышел-то. Один был, что-то охранял. У меня руки задрожали. Винтовка, то-другое. Один подошел спокойно. Я поднял руки, говорит, а не винтовка. С винтовкой поднял-то, отняли. Ввели в плен. А потом где-то там были. Снега начерпался. Многие застыли. Пристыли. Его тут довезли до куда-то. И как за ним ухаживали. Женщина, особенно в белом было. Мы так звали там белая ангела или как. Белоснежная. Нам давали пищу. Говорит, блин, ну ту же самую, что советским здесь. Это он воспоминания дает сегодня. И я говорю, и у нас сколько было, говорит, охраны не было. Никакой не лагерь, больница просто такой. И о побеге даже думать никто не думал. Куда я побегу? Я понял, говорит, что нам брали. Русские не такие. И когда вели, говорит, пленные, бабки кидали через головы охранников. Картошку какую-то подобрали где-то. Не разрешали помогать-то им. А один ходил, еще это, третий случай был. А он как в свободное время, так и ходил по людям. Собирал маленькое. И остался живой, вышел. И мне, говорит, везде помогали. Ничего у людей нет. Отзывы о русских у них самые благоприятные. Ну, прошло время, он уже побежденный. А он все вспоминает. Как его лечили здесь. Какие лекарства ему доставали. Перебинтовывали. А я враг, пришел на их территорию. Понимаешь, надо все в совокупности брать. Доброе даяние от Отца Света. Она, может быть, партийная была эта врач. Неважно, это от Отца Света. Так и написано. Вот он Господа признал. Иисуса назвать Господом никто не может. Кроме как Духом Святым. А если это католик, Духом Святым. Баптист. Я в университете отвечал. Это Дух Святой побудил. Так они иеретики. В данный момент признание он от Бога сказал. Он Иисуса признал Господом. Так написано. Не можете назвать иначе, как Духом Святым. При помощи Духа Святого. Вот надо быть очень осторожным в словах. Человек это космос. Он может... Почему Достоевский говорит, дьявол борется с Богом. А поле битвы сердца людей. Я правильно говорю? Это так. Но у меня свое... Но поделись мнениями. Я не спорю. Дело все в том, что вы очень хорошо рассказываете. До такой степени я заслушался. Вы как соловей. Честно. Я соловьев очень люблю по утрам. Я заслуживаюсь. Я заслушиваюсь. Эти рядом со мной. Ой, спать не дают лежать там два безбожника. Я говорю, надо только все покурить. Не смотрите, не выходите. Сейчас закурите, все, они улетят. И я такой лежу. Часа четыре, наверное. А они поют вокруг. Игнатий Тихонович слаще, чем соловей. Так хорошо поет. Отлично. Скажите мне теперь на милость. Почему? Господь сказал, я пришел для того, чтобы привести всех в разум истины. И спасти. Так? Так. Почему мусульмане никак не оказывают на нас это влияние приятное? А должны добавить не все. Нынче летом потеряевки, крестился мусульманин, которому за 2000 лет имя Ездра дали. Слава тебе, Господи. Я согласен с вами. Но почему, если это бич Божий. Вот был бич Божий Тамерлан. Шмиркнул там лет 40 и нет его. Нету бича Божьего. Был другой там бич Божий. Монголо-татарская ига. Мощная. Сейчас до такой степени дошло. Там Каспаров такой есть, чемпион мира. Пишет этот еврей армянский. Никакого мусульманского ига не было. Я переписываю для вас, люди, новую историю. То есть уже даже ига не было. Никакого монголо-татарского. А кто это говорит? Ну и Каспаров такой есть. У него... Шахматист. Там в интернете можно почитать. Бывший. Ну как он бывший? Чемпионок не бывает бывший. В свое время был чемпионом мира. То есть сейчас... И вот так вот все бичи, они сверкнули и ушли. Почему этот бич, он не просто сверкнул. Он, я так понимаю, до антихриста останется. Я уже так понимаю. Уже чувствую, на сердце Господь положил. Никуда нам не уйти. И самое интересное, думаю, что православные объединятся с мусульманами. Вот по вашим разговорам я только это понял. Раньше я был другого мнения. Я думал, что как-то мусульман победят. Думаю, как их победят. А теперь, когда вы мне много рассказывали интересного, я понял. Так они просто объединятся и все. К чем мне раньше дураку-то это не пришло? Да по вашим словам, ничего не остается. Просто объединятся уже. Ну, они признали там немножко Аллах, Малах, Тамчимбалах. Да и ладно. Пойдет. У нас Аллахим. Ну почему? Никто ко Христу-то у них не обращается. Я беседовал. Но если не 200 раз, то 300 с мусульманами. Ни один, ни один не скажет вам, что сотоварищ есть у Аллаха. Ни один не скажет. Там самый завалящийся мусульманин. Был Мавлон моего года рождения. Там трое детей у него, там под Ташкентом живет. Мавлон был в России, он тут проходил армию. Разговаривает более-менее нормально все. Я его спрашиваю. Дочка у него там даже, он ее хочет послать в институт учиться. Такой, ну видно, что раскрепощенный. Я ему говорю про Иисуса Христа. Я говорю, у вас же есть пророк Иса? А, Иса, да, есть. Я говорю, это не пророк. Это, говорю, Господь Бог и есть. Сам Бог. Вот то, что вы Аллах называете, я говорю, это Бог есть. Нет, ты не прав. Нет, нет, нет. Сразу не прав. А так любит меня там все. Ну я начальник у него был. Ни один не признал. Сколько я с ними разговаривал. Ни один не признал. Что вот двое пришли. Большой, как его, Абдула? Нет, не Абдула он. И этот, Нур-Мухаммед. Абдурахман, который был. Да, Абдурахман и Нур-Мухаммед. Нур-Султан. Нур-Султан, да. И что, они признали, что Иисус Христос Бог? Не признают никогда. Они поэтому и не ходят. Потому что это камень всего преткновения. Как можно объединиться? Просто называется Тождественный Союз. Ну как-то там вроде бы что-то у нас нормально. Главное, друг друга не убиваем. Но приходит какое-то время. Опять бошки начинают лететь. Опять. На это отвечу теперь, смотри. Категоричность это. Никогда мне не признать. Ты восхищаешь Суд Божий, брат. Ты не знаешь этого. И я не знаю. Сказать никогда. Ну пожалуйста, я тебе говорю. У тебя не один на 300. У меня один пришел, и тот стал христианином. Да каким? Он своим там сейчас проповедует. Говорит, все это пишет. Дальше. Так теперь не один. Мне сообщают, там с семьями приходят. А евреи то другое. Сейчас только по интернету зашло две семьи, которые приняли Христа. Приняли хрещение, полное погружение. И теперь они там кто в монастырь, кто где. А как они учатся? Это только на моем интернете что? Дальше. Ко мне надо привезли евреи. Да евреи жиды, они. У них написано, найди лучшего христианина, уничтожь. Ну, Шульхана Рух. Я говорю, ко мне привели его. Ну, может, два часа были. Он от меня вышел уже православный. Пошло время, мы поехали, я поехал в Москву. Дача писателя Переделкина. И там крестили в полное погружение в храме Филиппа, митрополита московского. И теперь он отец Новом Израилович, священник, сколько лет, ты хорошо знаешь. Там у патриарха Ильи Второго. У тебя опыт другой у меня, такой. Так это что? Дух Святой. Я говорю, что никто. Не правда это. Это я не могу, как это так? Бог совершает такие чудеса. А от него теперь семья вся верующая. Сыновья со мной знакомы. Помочь просят где-то в чем-то. Я у него сколько ездил через Грузию, всегда останавливался. Я только в храм, он меня увидел, сразу там как-нибудь, и меня перед народом, переводчица рядом стоит. Я проповедую в храме. Я столько друзей завел. И поэтому ты прав, но прав то, что ты видел. Я говорю в том, что я видел. Но не о чем спорить. У меня есть обращенные люди, а ты говоришь, не один. Я верю тебе на сто процентов. Почему так? Ну, Бог избрал меня негодным сосудом. А кого Бог епископами ставит? Один епископ говорит, на кого плюнет, слюна попадет, тот и епископом будет. Да что слюни-то? Ну, помазал, бренья слюнами, написано это. Глаза, да. Все? Сережа, спасибо. Я, вот ты говоришь, объединяться когда-нибудь. Я в Самарской области родилась, а там татары, они мусульмане же, они чистые мусульмане так-то. Конечно, чистые. И там крещеные татары, их и крещенские называли. Их называли крещенские татары, крещеные. Да, да. Там их много. Я знаю, целое село, район. Да. А это только там, где пошли благовестники. Вот это все с монахов. Да. Они не пошли дальше. А когда доханили их, которые, они ничего не проповедовали. И русских нельзя принимать. У них одна жена, о которой пришли мать, а у них подри жены. Это вам не разрешат. А теперь у вас кони есть, да, конину есть нельзя у православных-то. Ну, если по слову Божию, всякое творение, может, хорошо. Но они легко. А жены, дети. И все. Принимают мусульманство. А когда русские приходили, приходили обращать, говорит, и рядом рота солдат. И они все бросали, и в болото лезли, ждали, когда русские уйдут. Это не кто-то. А Бобов пишет. Бобов фамилия его. В Тобольске. Книга выпущена там про одного. Его сейчас епископом поставили. Настоящий момент. Как обращают те и другие? Мы им говорим о любви Божией. Нет другого имени под небом. Нет. Так написано. Я им говорю, вашу книгу священную я не опровергаю. Да я могу о мнении вообще не разговаривать. Я пропадаю Евангелие. В Евангелии написано верующим в Сына Божия. Просто пророка. Имеет жизнь вечную. А не верующий в Сына Божия, не увидит жизни. Но в небо Божий не бывает на нем. Я говорю, ему в огне мучиться всегда. Он смотрит, слушает. Он первый раз слышит. Я только должен проповедить Евангелие. А что ни один мусульманин никогда не придет. Но я в тюрьме проповедовал. В тюрьме мусульманин обратился. Игнатий Иванович, давайте перестанем про это. Не придет и так далее. Это я говорю, что ни один еще пока. Я на моей памяти не пришел. Чтобы вот прям я беседовал. И там был мусульманин, который обратился ко Христу. Да, прямо говорим о разговорах. Такого нету, да. Такого у меня не было. В тюрьме был такой. Но чтобы кто-то не обратился ко Христу, извините. Но это меня вообще надо уже перефразировать напрочь. Я такого вообще. Даже иеговист может обратиться ко Христу. Не то, что мусульманин. Хотя редко. Да, так же может редко, как мусульмане. Поэтому. Беседовал с ним. А он тогда видит, что такое дело-то. А можно я с вами вашему Богу буду молиться? А ему 7 лет накатывает. Я говорю, становись, будем молиться. Дальше спрашиваю. Проходит маленькое время. Он три условных дали только. Три года условных. Там уже молву упустили. Щит ли я не тюрьму открылся, я их выпускаю. Ну, заключенные любят это. Батюшка как-то ехал и дорогой до Потеряевского раздета до нашего. Говорил, а один говорит, нет. Вот тут деревня есть такая, какая-то растеряева или как. Вот там оттуда один ехал, Игнат его звать. Вот тот говорил, мы поехали, все осталось. А ты говоришь, это неубедительно. Батюшка говорит, дай-ка я вам скажу, что это брат мой. Вот мы два разных человека ехали. Ему дано ходило, а у меня, чтобы ноги ходили. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благой. А у них ноги больные. Так, понимаешь, это не просто так. Мы сеем постоянно семя словом. Вот сейчас только сегодня, кажется, двое зашли. Вчера один зашел и сказать ничего не может. Говорят, зачем ты зашел тогда? Я не верил, даже не верил, что я вас увижу когда-то рядом буду. Мы уже сколько времени на ваших ресурсах. Знаете, я даже думал, у муру, наверное, не встречусь. А теперь говорит, ну вопрос, да один вопрос-то по Матвею задал. Я уже ролик выставил этот. Это не наигранный, его видно по глазам. Как? Его Господь коснулся. Господь Бог, Духом Святым. Другой зашел, тот не знает, что говорит, заключенный видно. А как вы реабилитировались? Никак. Это решение Верховного Совета принято. Меня вызвали в прокуратуре, дали мне все, всеми льготами. Нет, говорят, реабилитационный процесс идет, кто освободился. Это дурь одна. Вас надо драть и наработать. Вот все лекарства. Вернулись, они теперь живут, их кормят. Реабилитация идет. А, вот что. Слово реабилитация, это оправдание. И все, больше ничего там нету. Нет, реабилитация должна настать тут. В покаянии. Без, вот считали, без просьбы покаяния, его никто бы не простил. Пошли, друг. А все уже? Все уже. Идем дальше. Все, все. Все, все. Время. Время. Закончилось. Все. Серафимов наш, дорогой. Все. О самом интересном месте. Мы не о плохом говорили. Где были, на небе или на земле. Очень нужное. Очень нужное. В советское время татары тоже многоженства не имели. А что? Многоженства тоже не имели в советском мире. Да, и садомитов Гитлер их уничтожал, и Сталин сажал. А Гитлер их всех вырезал. Даже к нему не садил. А сейчас Гитлера садомитом делают. Ну, это так уже специально. Достойно им пехово истину, вложите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без истения Бога, Слово рожжую, Сущую Богородицу Тя величаем. Да, Тихонич, помолитесь. Любящий наш, Отец Небесный, Мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа Принять нашу молитву о родных и близких, не познавших Тебя. Посети наших болящих братьев и сестер. Пошли им в здравие, крепость, сил. Посети тех, кто пленен, кто лишен свободы, Утешь их Твоим присутствием, Господи. Укрепи их, дабы никто не отрекся от Тебя. Научи нас, Господи, ценить и беречь это мирное время. Приготовь народ к великим и страшным испытаниям, Грядущим на всю вселенную, По слову Твоему, за отступничество от Тебя. И место себе сохрани, и наше братство, и общину. Тебе, Боже, слава за все и хвала. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну еще, с миром Божьим по домам. С Богом. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, попробуйте книжки. Игнатий Иванович, у меня только одна теперь, один вопрос все время. Один вопрос, вот вы про мусульман говорите, хорошо говорите так. Один вопрос. Когда вы будете с мусульманами говорить о Магомете? Почему вы не говорите о Магомете? И о Коране, и не говорите... Я ведь рассказал, три слова для меня так вот. Почему? Ну, в первую очередь, вот почему. Что меня нигде Господь не послал опровергать что-то. Говорит, идите и пропадайте Евангелие, больше ничего нет. А говоря Евангелие, я опровергаю все, что они знают. Все, евангельскими местами Писания, я срезаю все, значит, ничего там нет. И они это понимают прекрасно. А как же у нас? Я говорю, вы появились на 600 лет позже, раз. А во-вторых, у нас откровение от самого Бога. Вы сами не знаете, переделали сколько раз. Поэтому верить надо Евангелию. А Евангелие говорит нам, Слово Божие, что если иное будет говорить, не так, как и написано, даже ангел с неба, Джебраил придет, и тогда напи моему проклятие. Еврейский херем. На шею ему. Вот и все. Можно Игнашу. Я хочу, вот вы приводили деяние 4.12, местописание. А у нас такой вот, Игнать Игнатьевич решил опыт сделать. Он молится, стоит, а я проповедую, то есть, людям, которые там встречаются, встречают рулетки, да? Вот и попались. Мусульманин попался, и два этих, как они, которые видят в Будут. Кто-нибудь гудисты. Да, вот и просто видно, что у них вот это вот, ну, и лица у них такие. Ну, да. Вот. Он, этот мусульманин, стоит, он самый активный, он такой, говорит, что вроде, а я твержу только, вот, деяние 4.12, местописание, что нет другого имени под небом. И Господь, говорит, сказал, я из пути и истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он говорит, так что, говорит, мы, говорит, мусульмане, и этот тоже, второй стоит, говорит, и мы тоже, говорит, в аду будем, что ли? Я говорю, Господь сказал, я из пути и истинной жизни. То есть, я не говорю, что они будут в аду? Я просто говорю, Господь сказал, я из пути и истинной жизни. Никто не входит к Отцу, как только через меня. Все. Мне зачем с ними в этот спор вступать? Я просто сказал. Вот, вот, и так понятно, Господь говорит, верующим в Сына иметь жизнь вечную, неверующим не убить в жизни, но гнев Божий привает на него. А что ты боишься сказать, да, будут? Ты же говоришь здесь простым вот русским людям это. Да, будете. Говорю. Я говорю. Ну, а что им не говоришь? Я говорю, это по опыту. Во-первых, это ничего мне не даст. Да вот о чем речь-то идет. Они злобу сразу развивают, вот чем дело. Нет, ну, как сказать? Понимаешь? Как подойти и сказать? Может, самое сложное и так сказать? Похоронку даже бывает часто прятали, чтобы с людьми не случился инфаркт. Как сказать? В какое время? Это они не просто так лякнут. А я прямой, я все говорю. Да это не мудрость. Надо очень много молиться об этом. И Господь положит... Причем они знают, что такое ад. То есть можно вполне говорить, Аббаде знают больше, чем мы. Не веруете во Христа, вы в вас попадете. Ад они знают лучше, чем мы. Они такие подробности об адских муках говорят. Я не согласен с этим. Я должен признать то, что есть. 18-й том покажет, что я Коран читал. До одной суры, до одного Айлята разбираю. Да это я все знаю. Я это тоже читал. Я хочу к материалу своему. А зачем я буду говорить с ним? Ну, у вас там разобрано великолепно просто. По Библии, если брать. Да, и там какие говорили про них, что он там... А у меня тут все выводят. Да. Продолжение следует...